Секиро Шадоуз Дай Твайз Мы не будем особо торопиться, разберем по косточкам весь лор этой игры, прослушаем все диалоги, соберем все предметы, ну в общем, все как вы любите. Ну что ж, поехали. Секиро Шадоуз Дай Твайз Пусть... ...и戦... ...и... 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 А... Нора犬... ...как... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Пока что у нас есть только один предмет. Это идол возвращения. Карманная статуэтка Будды, вырезанная из дерева. Может использоваться многократно. Волк хранит ее с тех самых пор, как его спас отец. Углы статуэтки стерлись от времени. Этот Будда нужен, чтобы возвращаться домой. Он вернет владельца к последнему посещенному им идолу резчика или в разрушенный храм. Это аналог темной метки из Dark Souls. Только использовав этот предмет для возвращения к идолу резчика, не накладывается никаких штрафов. Пока что в нашем снаряжении все заблокировано. Меню инвентаря. Список предметов, которые у вас есть. Приведем в меню инвентаря. Категория выбирается с помощью LTE и RT. Да, я играю на геймпаде от Xbox One. А сама игра у меня запущена на ПК. Также, если вас что-то не устраивает в управлении, то вы можете его спокойно поменять. Я бы на вашем месте в настройках игры выключил автоматический захват цели и автоматический выбор цели. Обычно это только мешает. Но это уже вам решать. Загадочная женщина скинула нам некое письмо. Письмо, брошенное в колодец. И это очень напоминает Dark Souls 1. Там тоже в самом начале Оскар Засторы скидывал нам ключ. Здесь можно немного искупаться и даже увидеть там наверху предмет, но, к сожалению, пока взять его не представляется возможным. У нас очень мало жизни. Наш голодный волк очень изможжен. Ну да, и здесь появился прыжок. Также можно при помощи прыжка отталкиваться от стен. Как можно видеть... Кто-то выдрал решетку и... Скинул нам лестницу. Вряд ли это была та дама, которая скинула нам письмо. И вот в эту дуру у нас, похоже, и сбросили. На дворе у нас ночь. Идет снег. И давайте подведем небольшой итог. Что мы имеем на данный момент в плане сюжета? 20 с лишним лет назад некий Асин Исина Побеждает военачальника Тамуру И устраивает переворот, захватывая власть. В это же время главного героя еще мальчишкой находят на поле боя. И его усыновляет огромный мужик, дав ему кличку Голодный Волк. Дальше на протяжении 20 с лишним лет Главный герой обучается искусству шиноби И его кодексу. После обучения нас представляют защищать некого господина Любой ценой. Но в конечном итоге, как понятно из заставки Наш Волк потерял все. Он потерял того, кого должен был защищать И также, похоже, и своего приемного отца. Также нам известно, что в клане Асина тоже не все спокойное. Скрытность, присев и прячась в кустах или передвигаясь под полом, Можно не попадаться на глаза. Сейчас у вас нет меча, избегайте врагов, Используйте скрытность и направляйтесь к лунной башне. Если вас вот-вот заметят, над головой врага появится предупреждающий значок. Похоже, не про меня. Я не знаю, нужно ли озвучивать мне диалоги в этой игре. Я никогда этим не занимался, когда играл в сервис Солс и Гладборн, Но напишите в комментариях, успеваете ли вы все читать. Да, в этой игре появился стелс. Тут очень много подсказок, что не свойственно Фромам. Изначально я даже подумал, что игра будет реально очень сильно казуальная. Первые часы игры, кажется, что игра очень легкая, Но потом Фромы дают просраться. И как в конечном итоге оказывается, игра нифига не проще. А в какой-то мере даже сложнее, чем Дарк Солс и Гладборн. Можно подслушивать. Похоже, наш господин – это божественный наследник. Некий Денитира его упек в темнице. И вот она, наша цель, башня. Оружия у нас нет. Поэтому лучше двигаться спокойно и не поднимать много шума. Ну, только не шиноби, конечно. Я буду называть шиноби, а не синоби. Мне так привычнее. Кто же такие вообще синоби? Вообще, чтобы полностью, так сказать, погрузиться в эту игру, Нужно бы полноценно знать еще и историю, религию, и культуру Японии. Но, к сожалению, я очень слаб в этом. Ну, я погуглю, кто такие синоби, и давайте я вам зачитаю. Возможно, это будет кому-то интересно. Японские синоби – это прекрасно обученные убийцы и диверсанты. С самого детства эти бойцы проходят сложнейшие тренировки, Которые должны сделать из них надежных телохранителей для ближайших советников императора. Своим хозяевам синоби верны, как вассалы. Японские наемники убивают быстро и бесшумно, Перерезая горло врага своим мечом или бросая в него ножи. И также быстро и бесшумно исчезают. Поймать их практически невозможно. Несмотря на дурную репутацию наемников и шпионов, Хозяева доверяют синоби как самим себе. И те платят им безграничной верностью. Они готовы, не задумываясь, отдать свою жизнь, Если так будет нужно для успеха операции. Ну, возможно, я ни для кого не открыл чего-то нового. Ну, я думаю, что это будет не лишним. И луна. На небе даже можно видеть, как плывут облака. Или заглядевшись на луну, можно провалиться сюда. Но, слава богу, здесь не яма. Хотя и ямы здесь стали не такими опасными, как Dark Souls. Здесь можно цепляться. Я долго матерился, как криво здесь сделаны вот эти вот зацепы. Но, на самом деле, они сделаны нормально. Это просто я криво за них цеплялся. Чтобы нормально цепляться, нужно зажимать крестик, а не просто нажимать его рядом с уступом. Прыгнули, зажали. И даже если прыгнули выше, то все равно зажали. И наш волк, он все равно схватится там, где можно схватиться. Там, где можно схватиться, там сделают такие обшарпанные уступы. Ну, возможно, это голуби, конечно, гадили. Но, все же, мне кажется, что это все-таки обшарпанные уступы. И вот как раз этот пролом, о котором говорили те самые охранники. Было не очень осмотрительно не заделывать эту дуру. Ну, возможно, это все-таки обшарпанные уступы, но это все-таки обшарпанные уступы. Селегие. По-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по-по. Изварительные к מדения. Омоте оеге, Ксаби-мар. Вилья. Сонат на катана. Вяга-шноби-о. Продолжение следует... Меч, дарованный вам Кура. Это реликвия Хирата, ветви рода Асина. Меч считается потерянным, но теперь оказался во владении волка. Имя меча Кусабимару. Напоминает владельцу долг Синоби. Убивать, но даже он не должен забывать о милосердии. Девиз, воплощенный в самом его клинке. Отсюда мы можем узнать, что Хирата это ветвь рода Асина. Пока что все эти земли принадлежат клану Асина. Сделанная из высушенной тыквы фляга. С лекарством. Восстанавливающим запас жизни. При отдыхе уровень лекарства во фляге восстанавливается. Сделано учеником знаменитого лекаря Догана. Непонятно, как именно во фляге восстанавливается уровень лекарства. Возможно, все дело в семенах. Сделано учеником знаменитого лекаря Догана. Когда я вижу имя Доган, у меня сразу в памяти всплывает лавкрафтовский Даган. Субтитры сделал DimaTorzok Быстрый доступ к предметам. Вы можете переключаться между предметами из быстрого доступа, в зависимости от боевой ситуации. Например, получив урон, можно использовать флягу с лекарством, чтобы восстановить жизнь. И, похоже, у нашего главного героя небольшая амнезия. Он не помнит, что с ним произошло до того, как он попал в яму. Дрожжи. Лечебное дрожжи, постепенно восстанавливающие жизнь. Тайное лекарство, секрет которого передается из поколения в поколение. Говорят, оно применялось в битвах с незапамятных времен и дало воинам Асина их знаменитую стойкость. Коробка с этим дрожжи служит также и боевым амулетом. И этот дополнительный способ, чтобы полечиться. Подобие различных гемов из Dark Souls 2. Но только в отличие от Dark Souls 2, максимальное количество их в инвентаре ограничено тремя. И я считаю, это большой плюс. По крайней мере, для сложности. Нам нужно добраться до некого тайного прохода. И этот тайный проход находится где-то под мостом. И у нас есть оружие. Лечилка. А также новая боевая, мать ее, механика. Концентрация и смертельные удары. Цель Синоби в бою разрушить концентрацию врага. Это можно сделать, в том числе атакуя его. Лишившись концентрации, враг становится уязвим для смертельного удара. Здесь также можно захватывать цель. Что самое забавное, это то, что пока у главного героя не было оружия, он не мог бегать. А также делать рывки. Но как только у него оружие появилось, он начал это делать. И в начале игры я даже потом не знал из-за этого, что здесь есть быстрый бег. Потому что в начале попробовав, я понял, что его нет. И долго ругался по этому поводу, что можно было бы сделать какой-то рывок. Но он здесь есть. Вот такой вот рывок. Отражение атак. Иногда одних лишь атак недостаточно, чтобы разрушить концентрацию врага. Отражая атаки противника, вы тоже нарушаете его концентрацию. Опытный Синоби будет сочетать защиту и нападение, чтобы быстро победить. ЛБ во время вражеской атаки отразить атаку. Да, мать его, парирование. И это основное отличие от Dark Souls. То, что здесь в основном игра именно построена в большую степень на парирование. А не на уклонении и блоках. Хотя блоки здесь тоже неплохи. Здесь, конечно же, нет никаких щитов. Но можно блокировать катаной. Захват цели. Если выполнить захват цели и все время держать врага перед собой, вам будет куда проще атаковать его, отражать его атаки, выполнять другие приемы. Да, это также есть удар с разбойным. Нужно нажать блок во время атаки. Происходит такая оранжевая вспышка. Это означает, что вы удар запарировали. И это очень сильно снимает концентрацию врага. Соответственно, даже не сняв его жизнь, его можно тупо убить, сняв ему концентрацию и выполнив смертельный удар. И к этой системе нужно привыкать как можно быстрее. И вообще нужно как можно быстрее, если вы играли в Dark Souls 1, 2, 3 и Bloodborne, вообще забыть всю ту механику, которая была раньше. Здесь она совершенно другая. И если вы будете играть по механике Dark Souls, вы будете проигрывать. Контра-атака. Отразив атаку противника, можно сразу же контратаковать. Так вы снизите концентрацию врага, не дав ему время восстановиться. ЛБ. Во время вражеской атаки отразить атаку. РБ. После отражения атаки и контратаковать. Ну, в принципе, ничего нового. Делаем контратаку. Делаем два хита. И он бьет меня, засранец, по животу. Не получилось у меня парировать. Снимал со второго раза получилось. И этот командир с синегория Ямаути, у него как можно видеть сверху два кругляшка. То есть в каком-то роде две жизни. Некоторых сильных врагов можно убить лишь несколькими смертельными ударами. Количество смертельных ударов, необходимое, чтобы убить врага, показано красными кружками над шкалой его жизни. Каждый смертельный удар отнимает один кружок. Ну, нам дарят немножечко драже. Может показаться, что парировать здесь прям суперсложно. Но на самом деле нет. В отличие от Dark Souls'а, где парирование проходило с щитом. Ну, в основном щитом. Там анимация щита шла достаточно долго. И чтобы парировать, нужно было, чтобы анимация атаки попадала в определенное окно анимации щита. То здесь, как можно видеть, анимация блока очень быстрая. И если часто спамить блок, то это может помочь против определенных противников или боссов, которые любят спамить атакой. Также еще в этой игре можно отменять анимацию удара. То есть, после нажатия кнопки удара, можно его отменить в уклонение или блок. Но нужно это делать именно на первых кадрах. И эти ворота невозможно открыть с этой стороны. Но это нам и не нужно, так как нам нужно выбраться из замка Асина, а не попасть в него. Пригоршня пепла. Комок пепла можно бросать во врага, чтобы отлечь его. Зимы в Асина очень снежные. И потому в очагах скапливается много пепла. Тайный проход должен быть где-то под мостом. Как можно видеть, здесь уже неоднократно кто-то забирался. И наверху можно подслушать разговор. Ну что-то как-то хреново они справляются со своей задачей. Очень странный карлик. Со смешными башмаками. И что он здесь такой химичил? По сути дела, это шпион. Ещё одна драже. Поможет нам восстановить немного сил. Как и гемы, оно восстанавливает жизнь не сразу, а постепенно. И здесь можно ещё спуститься туда вниз. Но это абсолютно не обязательно делать, так как там ничего нет. Там есть несколько ящериц. Но учитывая, что нам пока не дают никаких очков навыка, то идти и бить их абсолютно бессмысленно. И здесь можно видеть такую вот статую Будды. Возможно, тот вор пытался сделать какой-то саботаж с мостом. Продолжение следует... Продолжение следует... И это цветочное поле. Я не знаю, то ли Фромы хотели сделать очень много отсылок в этой игре, то ли у них реально заканчиваются идеи, но... Но некоторые идеи прям очень сильно позаимствованы из предыдущих игр. Продолжение следует... 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 Так что у нас лекарства? К сожалению, этот бой нам суждено проиграть, но я все-таки попытаюсь выбрать. Эта битва очень сильно напоминает финальную битву с Германом в Лапбоне. Которая, в свою очередь, была позаимствована Metal Gear Solid 3. Похоже, что японцы любят друг у друга подглядывать. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...